Так, ребята, привет. Настя, возьми трубку. Вот, ребята, мы идем в АТБ, черная. Сейчас мы перейдем в дорогу. Это Настя, Мироскланд. Кто это? Дайте сюда трубочку. Да. Не могу говорить, не могу, извините. Извините, я занят, я занят. У меня съемки, извините. Так, ребята, заходим в АТБ, извиняюсь за звоночек. Так, что же всем не имят сюда, а? На, перезвонят. На, перезвонят по котлу. Так, вот, ребята, мы оттуда. В черное мото бейдем. Так, значит, нам нужно, ребята, взять Кока-Колу за 15 гривен. Так, извиняюсь, что лишние звуки были. Смотри, это дом, мы будем все вместе охладить, а будем пить. Вот, ребята, смотрите. Кока-Кола это 19 гривен, вот это 17... 17,60. 2 литра. Сейчас вам, ребята, покажу машинку. Вот такую кофемашинку сделали. Сейчас я только сахарочек возьму себе. 3 сахарочек взял. Вот такая, ребята, кофемашинка. Это новая машинка, новая нанотехнология какая-то там. Вот. Поэтому... Так, так, нам надо, ребята, с вами шоколадку посмотреть. Сейчас я вам покажу шоколадку. Пойдем с вами дальше. Так. 4 пачки. А, да. А, Руслана, я возьму с тебя других, ты и с тебя бери. Так. Руслана, у нас ты говоришь, с других я возьму. Бери сейчас. Я других от тебя возьму. Мне сказали, надо шоколадки посмотреть, ребята. Сейчас мы найдем шоколадки. Так. Так, ребята. У нас шоколадки тут есть. Вот это у нас по акции. По акции 30. 32, где-то 33, так. Ну вот. У нас вот такие шоколадки продаются уже нового поколения Millennium. Millennium Max. Получается Millennium Max. Ну, тут где-то грамм, грамм 150, вот. То есть. Сейчас, наверное, скажу, мне в России больше нравились Open Gold. Жалко, что и у нас их не продаются. Вот так. Такая молочная. Такая хорошая. Миллениум. Millennium получается. Вот такая 20 гривен с копейкой стоит. Здесь 100 грамм. Есть шоколадный 20 гривен. Ну вот. Поэтому вот такие дела. Ну, как вариант. Как вариант я бы предложил бы, если честно, взять такого подобия за 7 гривен. Это у Леон Lime. Лайм, Лем. Непонятно, что это. Вот. Ну, такая дешевле. Вот эта пластка. Мы подскали, давай. Сейчас, секунду. Мы больше ничего не купим. Так. Смотри, это на... Я не могу, у меня рука. Владик. Я отрываю кульки. Секунду. Лайк. Возьми кульки, Нерк, думаю. Нам надо хоть пару штук. На, подъезжай. Так. Давайте я вам сейчас кофе покажу. У меня давно просили кофе показать. Так. А где кофе, Русик? Покажи, ма, кофе мне надо. Так. Вот сколько. 2 гривны. 2,10. 2,50. Вот такое стоит. Что-то новое. Мы не такое пьем. Не умел. Вот такое 2,10 стоит. Да, Русик. Мы не такое берем домой. Тачку положи. А тебе покажи, как он наберем. 2,10 и 2,50. Вот такое получается кофе. 20 грамм. По акции сейчас действует вот это кофе и действует вот это. Вот сюда идем на карту. Пошли, покажи, как он мы тебя берем. Вот такое. Так. Сейчас, Лак, я пойду еще быстро смотрю. Шоколадку бабу просил. Да. Сейчас все расплатимся. Сейчас, Лак. Пошли, надо посмотреть. Сколько такое еще этот. Так. Так. Ну, тут конфеты есть. Я беру, конечно, все время вот такие. Вот такие Рошены. Вот как мне давно просили узнать, сколько, кстати, Рошены стоят. Они сейчас 6, 6 копейкой. 6,64. Потом есть такого подобия, как Рошен. Вот такие Рошен тоже. Мангут. Мангут он стоит. Чемангут. Да, Мангут он стоит. 8,14. Это за килограмм. Есть по акции, кстати. Вот такие новые вышли. Какие-то такие прям. Канди. Канди стоят 7 копейкой. Кстати, вот такие вкусные. Я бы предпочитал брать эти. Ну, вот такой вариант вкусный, кстати. Это Рошен Коко. Называется. Вот мы берем со временем Коко, но оно стоит 15,17. Как вариант можно взять вот такие. Вариантивные. Нет, они какие-то развернутые. Вот если подобие вот такое показать вам. Грайлевая билочка. Она по акции сейчас 6 копейка. Но стоило 7. 7. Ну, разница в одной гривне всего на всего. Там копейка. Вот. Вот мы что купили. Мы купили сухарики. Вот. А, пошли Якобс посмотрим. Так. А где Якобс эти кофы? Сейчас вам покажу Якобс. Так. Хочу вам показать кофы, чаи такого плана. Вот, кетчупы. Кстати. Новая традиция вышла. Шалене, манго, кетчуп. Такое, кстати, новое. Да, здесь 250 грамм. И оно стоит 11 с копейкой. Ну, 11 грин там плюс-минусом 12. Кстати. 11,90. Они не по акции. У них, получается, будет цена оставаться. Если бы была, например, верхняя цена написана, то бы они чуть-чуть дороже стоили. Ну, это по старой цене. Торчин, лагерный кетчуп. Я беру, конечно, острый все время. Острый. До шашлыку есть. Новое поколение. Вот это, кстати, хорошее. Если брать карри, кетчуп, ну, он будет чуть-чуть островатый. Островатый. Не знаю, островатый или нет. Ладно, пошли тогда Якобс посмотрим тоже. О, Якобс, Якобс, Якобс. Надеюсь, что там Якобс. Так. Макаронные изделия здесь есть. Самое большое, вот, кило 16 с копейкой есть. Это разумный выбор наш, нашего рода. Разумный выбор. Это их АТБ марки. А это совсем другой производитель, но он 21 стоит. Я вот не понимаю, в чем разница между 21, вот, 21 с копейкой. Один килограмм. Это тысячу, да? И разницу между, вот, тоже один килограмм. В чем разница цена? Вот. Мне кажется, что вот этот производитель, который, вот, не знаю, кто их упускает, ярко, и он, получается, будет более дороже. Не знаю, что у него. Вот. А где этот Якобс, не знаешь, где? Я тебе же сказал. Проведите меня кто-то. Пошли раз. А, где заваривали? Якобс, нет. Мне нужно посмотреть цены на упакованный Якобс. А упакованный я не знаю, там поштучили только. А упакованный не... Ну, вообще кофе, покажите мне. А я посмотрю. А, где чай, кофе я купил. Чай, кофе, да, вот. Но я хочу цены, вот, посмотреть, пока мы здесь. О. А вы, ребята, видели, кстати, как я сахар стырил, да? Вы сейчас сами увидите, я за него даже рассчитываться не буду. Это я стырил, ребята, там, где вот это, видели машинку с кофем? Это я там стырил сахар, короче. Вот. Ну, вы не обижайтесь, я его, как бы, тырю не на пользу. Я его тырю для копы. Смотрите, вот Якобс, да, вот у меня давно подписчик спрашивал, сколько вот такой Якобс стоит? Вот Якобс здесь идет вес вот 60 грамм. Кстати, самый большой вес, самый большой, я бы предпочитал вот этот. Здесь вообще 200 граммовая и стоит 195... Ну, это больше. 195,60. Вот это 270 гривен стоит. 270 гривен, самый большой вес, это 400 граммовый. Это самый большой вес. Он стоит 270, то есть почти 300 гривен. Ну, этот плюс 300, здесь ценою, плюс 300, плюс 100. Ну, 100 грамм добавляют сюда, типа, чтобы был вес. Как бы уже 400, 400 граммовый, вот, в принципе, такой вот более-менее цена. Есть gold. Gold сам мне вот нравится, 106 с копейкой стоит. Ну, что можно предложить, как вариант? Вариант я бы предлагал бы взять на скафе. Вот, кстати, вот это gold, это на скафе, и вот на скафе. Вот есть такое кофе. Стронж. Стронж он стоит. Я не помню, сколько это стронж. А сколько стронж стоит? 18. 18 копейка, да? И сколько? А, все, вижу. 58 грамм. Это большой. 38 большой, кстати, вот такой большой. Тоже самое большое, вот. А где, вот, кстати, вот... Смотри, какой большой. Вот, самый большой. А где этот самый, скажи мне? Вот я бы предпочитал бы найти черная карта и этот самый... Это не черная карта. Черная карта, вот черная карта. Вот, смотрите, ребят, черная карта. Черная карта, это, кстати, тоже неплохое кофе. Я вот себе хотел взять тоже утром. Ну, я буду как-нибудь брать, я себе точно возьму. Вот, 230 грамм. Сколько он стоит? 43. 43. О-о-о! 270 грамм, 43 гривны. Вот почему он дешевле? Вот 151. Вот что за 151? Разница в 250 грамм. Ну, в 50 грамм разница цены будет, естественно, больше. Вот такая черная карта. Вот. Потом... Есть, кстати, вот смотрите, ребят, у нас в АТБ продается вот в металлических баночках. Не знаю. Ору металлическая. Вот такая есть и вот такая. Это пачка, а не коробка. Это пачка. Ну, получается, гляньте, в золотом пачке. Вот тоже самый прикольный чай, но он 173 стоит и 149. Вот как ты золотом, мне просто, наверное, есть этого. А вот где бы посмотреть в баночках чая? Вот это мне классно. Хочу показать вот друзьям. Хочу ребятам показать в баночках вот самые такие металлические вот. А, не металлические, а вот такие такие, стеклянные. Ну, стеклянные, ну, как... 208 стоит. Вот это 121, это меньше. С крышкой железа за 3. Смотрите, вот с железной крышкой, да? Да. Это на что? Гольд. Кстати, гольд вкусный. 82,9. О, что я и говорил? Самый дорогой. Самый дорогой. Кстати, ребята, у моего брата рука. Рука не этот в гипсе. На футболе упал. Ну, как-то живем. Вот. Так, ну, смотрите, я хотел бы еще показать чай с ложкой. С ложкой. Где вот этот тет? Вот, ручка на кофе закрытая. Да, вот, кстати, ма-кофе у нас закрытая. Вы видели на кассе вот тут. А это закрытая ма-кофе. Оно сколько стоит? 19. 19 с копейкой. Ну, извиняемся, что копейки не называем. Я их не вижу вообще. А смотри, какой еще ма-кофе есть. Вот такое есть ма-кофе у нас. Диторина. Диторина стоит. Диторина, кстати. Надо бы попробовать. Ну, да. Вот я бы хотел... Смотри, тут акция, тут еще выиграть можно. Слушай, какая-то штука висит. Да, тут что-то... Гляньте, вот можно выиграть. Что-то там... Сам Нейлор, что-то непонятно. А-а-а, все, я понял. Это типа полграммчика. Это полграмма можно получить кофе. То есть ты покупаешь пачку, и вот это тебе в подарок идет. Полтора, полграмма кофе. Смотри, какая классная бланка. А вот... А вот Якобс. Смотрите, вот в такой коробочке прям. Бориста. Эдит Тонс. Борист. Непонятно, я английский плохо знаю. Что? Дай телефон, мне надо мам. Сейчас. О, горячий шоколад его. Горячий шоколад, кстати, мой любимый. Вот он стоит 60 гривен с копейкой. Покажи мне Тед, Ростик. Вот мне надо Тед увидеть. Сейчас. Так. Понял? Так. Ростик, покажи мне Тед. Вот я хочу, ребята, вам показать Тед. С подарком в ложке. А его нет, естественно. Смотри, какое какао уже в кубиках. Смотрите. Конго. Конго какао с молоком. Это в кубиках. Серьезно вам говорю. Не верьте, я могу вот как-то вот на презентацию вам взять. Вот показать. Ну и напишите в комментариях, что вот из этого всего, из этого всего можно взять на презентацию. Я возьму обязательно. 10 гривен, это коня за кубик. 10 гривен такая? А ты 30. 10? Нет. А ты что, такой дорогой прям? О, кстати. Смотрите, новая вышла. Анбалон. Что-то непонятно. Я английский плохо знаю. И сколько он такой? 64 гривны. Это самое новое. Вот вы посмотрите все эти кофы. И вот в комментариях напишите, что вот взять такое на презентацию. Я обязательно возьму на презентацию. Показать вам. Я могу взять, например, вот такое на презентацию. Какао попробовать. То есть я вам могу сказать, даже заценить, вкусное оно или нет. Вот такое есть какао. Оно стоит там плюс-минусом 14. А, нет, 20 гривен стоит. Вот это 14. О, своя линия, Русик. О. Своя линия. Ну, то все практически. Такого натурального или своя линия? О, нет, нет. Самые нищие. Русик, своя линия. О, надо брать. Ла Джерема. Джерема. Ла Джерема. Оно. Так я че мне назову, вот своя линия главная. Своя линия, кстати, вот Ла Джерема стоит 25 копеек. Жалко, что я английский плохо знаю. Это тоже своя линия. У меня восьмерка, нет, у меня, вру. Шестерка у меня была по-английски в конце года за 11 класс. Это своя линия. Оригинал, вот, кстати, мой отец такой любит оригинал. И он стоит один, сколько? 80... Ой, 58 гривен. 58 гривен с копейкой, вот, по акции он идет. То есть видите, да, вот 73 с копейкой он стоил, сейчас 58. Красный ценник это по акции. Кава натурально, рожчинно, сублинованная. Это сублинованная. А вот мне еще, кстати, удивляет за 100 гривен и за 98. Гляньте, вот в таких пачках, кстати, вот я вам покажу вокруг. Ну, напишите в комментариях, реально, вот что взять такого на презентацию. 98. Ну, как же, как будто в льго обмотали уже все. Так я сам смотрю, вот эта тяжеленькая пачка. Вот, видишь, 173 гривен, тяжелая. А эта за 104 чуть-чуть поменьше, но легкая. И вот эта, кстати, вот тоже лаванза, грэма югуш, густо, густо 250 граммовая. Тоже хорошая, вот. Ну, и есть Лугасда Ору. Такой золотой цвет. Он, вот этот стоит 100 гривен. 100 гривен 50 копеек. Это 149.40. Вот такое стоит. Так, ну, вот тут вы видите вот таких пакетах. Тоже Якобс, черная карта. Черная карта. Форд. Смотрите, 45 гривен стоит Форд. Я вот всегда мечтал взять ее в штучном, по штучном пачке. Они идут в таких кубиках рассыпное. И вот рассыпное тоже. Здесь, получается, 75 грамм. А там 225 грамм. Ну, получается, разница в том, что вот это будет дешевле, вот это будет дороже. Ну, где-то плюс-минусом, Грин, 20 точно выкинем. Есть вот такая новая брасила. Что-то брасила, непонятно. Оган кафе. Йохан и бабаи. 45 копеек. Ну, разница в том, что одинаково получается вот это и вот это. Вот это, кстати, у меня вот. Это какой-то чай. 250 граммовый. А, еще сахар не любил, да? Ну-ка, тихо. А вот это, что это? 100 граммовый. Что это? Ну, че-то, чай. 100 граммовый. Натурал. А, нет, это что это, чай или что это? Да, там чай внизу написано, че-то. О, внизу чай. Чай поблипуховый. Гля, ребят, честное слово, впервые такое вижу. Сколько такое стоит? А он бесплатный там, где этих. Бесплатный, да? Ну, я не знаю. Не знаю. Ты там взял, в этом? Да. На, возьми, сейчас спрячь. Возьмем. У меня некуда, мне в карманы не лезет. Положи к себе, я ее возьму. А я пойду в этот. Ну, шо? Мы с вами кофу увидели. Ну, по чаям. По чаям тоже вот что-то неплохо. О, один плюс один тет, ребята. Это с ложкой, кстати. Вот это с ложкой. Тет. Лайк, потом мне отдашь. Положи к себе. Вот это к себе положи, дома мне отдашь, понял? Засим. Это Ростик мне взял на презентацию. Бесплатно? Да. А где? Вот там, где кофе, вот эта штука. Где вот эта кофемашина, понял? На, возьми. Не, ребят, ну честно, я не знаю, это бесплатно или платно. А, хотя не, Ростик, это я вспомнил. Это кофемашинка, где не надо ее брать лучше. Знаешь почему? То есть это когда ты сделаешь, понял? За нее платить все равно придется. Даже если ты не сделаешь, мы не сможем такое пропустить. Нам разве что пропустят этот сахар, который я взял. Так, ну по чаям я вам показал, что тут у нас. Божь, батюшки ты, святые. Да, ребят, вот такое в коробках. А это в металлических, серьезно. Да, металлический такой. Ловары, вы, вилд, беру. Какой-то такой женский прям. 15 фильт пакетов у подарунок. Это, знаете, такие фильтры пакетов у подарунок? Ну что, тогда пошли на кассу. Ну вы, ребят, вот из этого всего, из этого всего, напишите в комментариях, чтобы взять на презентацию. Я обязательно возьму там чай, что-то такое, сахар и такое вот подобие на презентацию. Но вы, ребята, самое главное, самое главное, никому не говорите, что я остырил сахар. Поняли? То есть, это по вашему мнению. Я всего лишь на всего этот сахар позычил. Позычил. А там, что спросят, что не. То есть, это без разницы. Сейчас я вам, ребят, покажу Абанковскую карточку, по которой я буду кэшбэк собирать. Сейчас. Цифры не показываете. Кого? Цифры не показываете. Да нет, я просто карточку покажу. Это что, с ней что-то случится? Это мы только недавно сделали ее. Да, ребят, это мы недавно сделали такую карточку Абанка. Она такая, видите, просвечивается. Абанк. Ну, задние цифры показывать не буду. То есть, вот такой карточки, сейчас я поднесу, вот эта чипра бьет кэшбэк. Вот. Сейчас попробуем, ребят, заценим. Это наш, это мой брат, вот это Настя, а вот это мой старший брат Влад. Ну, тоже как я. А что, мы в девятом классе? Вы в девятом, а я уже одиннадцатый закончил. Переходим в девятом. Ну, вы еще в школе учитесь, а я уже в лице перехожу, мне же некуда дальше идти. Кто-то говорит, что я бесстыдник, что я не работаю там. Ну, я всего лишь навсего закончил только одиннадцатый класс и буду идти в лице снова. Ну, вот, вот такого карточка сейчас рассчитаем все. Кстати, вот цифры такие. Можете запомнить и, например, пожертвовать, так сказать, на благотворительность, если захотите. Ну, это ваше право, то есть, я не заставляю, я просто показываю вам карту. Вы можете на нее даже попробовать зачислить деньги, я все равно покажу на канале у себя. То есть, что-то прервалось немного. Обзор. Так. Вот мы уже складываемся. Сухарики взяли. Сухарики взяли. Сухарики взяли, чтобы я маме не говорила. А я сказала, что мы в это да. В это да. Ну, это правильно. Так, карточку. Давай приложим. Пакет. Та не надо. Сейчас покажу. Покажу, как им. 48, да? 42. Все. Молодые люди. Всем, кого-то опять запрещено. Я это знаю. Так не снимайте. Так по закону считано. Говорят, разрешайте мужику уходить. Простить на хлеба. А что он вводит? Что, закон прав потребителя. Что за дело? Спасибо. Ребят, закон прав потребителя. Съемка запрещена. Что за бред? Вот что за бред, а? Что, законы никто не знает? Извините, но там написано, что съемка разрешена. Где бы, где написано то, что съемка запрещена. Вот реально, где? Закон запрещено. Пошли. Ой. Господи. Так. Ну, сик. А. Начало около 10. Что? 10 коп по полу. Что? Съемка запрещена. Слышал? Слышал, сказал охранник. Съемка запрещена. Закон прав потребителя. Учи, когда. Мужикам разрешают просить его нахлево. А съемку не разрешают. Ну, о, о. Я тоже так скажу. Что, в путь ищи, Настя? Так я тоже так скажу. Типа, это шоу, мужику разрешаете деньги просить на... Ага, ходить по магазину. Попрошенничать. А съемки не разрешаете. Извините, я могу прав потребитель заявить, что вы запрещаете съемку. Ну, потом же ж его поставят на место, в первую очередь.